Как бы не принципиально где-то вначале застревать и все понимать, поэтому там просто классные истории, которые заставляют задуматься о том, как будет будущее строиться, какие профессии примерно будут появляться через несколько лет, чтобы просто уже начать мыслить в том направлении, когда ты через несколько лет, через 5 или сколько, через 10 лет, наверное, выпустишься из университета и начнешь работать, уже все поменяется. Поэтому мы сейчас с тобой особо какие-то профессии текущие рассматривать не будем. Мы будем изучать непосредственно тебя, какие у тебя интересы, какие у тебя возможности, и буду учить тебя смотреть за трендами, за новинками на рынке труда. То есть как меняются вот эти все профессии, что нас ждет там с запада, что к нам приходят сюда в Россию и так далее, и так далее. То есть это надо следить и держать руку на пульсе постоянно. И правильного ответа никто тебе никогда не скажет, кем тебе быть, что там точно ты юрист, точно ты психолог, и вот этого вообще быть не должно. То есть это такое, должно достигаться методом проб и ошибок, методом изучения, исследования самого себя и рынка труда, и сравнивать, куда я действительно подхожу, где я пригожусь, где я буду наиболее продуктивен, соответственно, там ты будешь более счастлив. Вот ты знаешь, сколько родители, например, ну или любые взрослые тратят часов в день хотя бы на работу. Ну получается где-то часов 8-9 на работу, да? И это большая часть жизни. Ты представляешь, если так каждый день в течение своей жизни тратить время на то, что тебе не нравится? Только ради того, чтобы там заработать денег, чтобы оплатить квартиру, еду и так далее. Ну вот какое настроение, какое состояние у человека должно быть, чтобы постоянно ходить на работу, которая ему не нравится, только для того, чтобы выжить? Как думаешь, он будет продуктивен вообще? Здоровье у него физическое, психологическое будет в порядке? Нет, он сойдет с ума, ему, короче, будет плохо, он будет ненавидеть свою работу. Я люблю осень, это мое самое любимое время года, потому что прохладно, то есть тепло как бы, но можно ходить уже в столстоках, вот так тепло одеваться. И очень люблю, когда ветер дует в лицо, это ощущается как бы свобода. Также люблю гулять по лесу, это дает чувство таинственности, что ли, неизвестности. Также я люблю людей, мне нравится быть в компании знакомых мне людей, мне это доставляет чувство комфортно и обыденности, то есть мне комфортно в этой компании. И хороший личный бренд нужен тебе для того, чтобы тебя принимали на хорошую высокоплачиваемую должность. Что это было? Урок. Урок, ты уже как кружку переоделась, а то только что была в одной кофте, а уже в другую в полосатой. Да, мне мало времени нужно. На спортивный туре сейчас Анюта едет с мальчишками. Это урок, я сейчас прохожу такой курс по профессии, то есть я определяю со своей специальностью. И как, понравился первый урок? Да, первый урок очень классный, то есть я рассказала все свои, ну то, что я люблю. Предпочтения, конечно, да? Да, предпочтения, что ты, да. И, в общем, я много про себя даже узнала. Да? Классно. А задания какие-то дала тебе? Да, рассказала о презентации, то есть я определю свой характер, то есть, ну, это там несколько было. То есть то, что у меня лучше всего получается. И две, короче, конференции прочитать. Первую я сама могу, а вторая я с вами, короче, с родителями нужно посмотреть. То есть ты задала определенное задание? Да. Такой классный курс. Это курс платный, я о нем уже в Инстаграме когда-то говорила. То есть женщина занимается тем, что помогает детям. Либо групповой есть курс, да, прохождение, либо можно записаться к ней один на один поработать. Вот она занимается с детьми от 14 лет. Ну, мы попросили чуть-чуть пораньше, потому что у нас Анюта... Потому что я уже заинтересовалась. Уже, да, заинтересовалась. Это все зависит от развития ребенка. Вообще она с 14 лет, ну, с 13-14 она берет детей и проводит с ними такой недельный примерно курс с заданиями. Родители могут участвовать, можно без родителей. То есть где-то она подключает родителей, где-то ребенок может сам, если уже созрел, да. Ну, это да, я просто хочу посмотреть, либо для бывшей профессии, например, для моей специальности, что нужно, на какие предметы в школе нужно обратить, например, нужны иностранные языки. То есть на что мне нажать. Ну, классно, желаю тебе определиться за этот курс. Стюардесса отклоняется. Да, Анюта раздумала, узнала все плюсы и минусы этой профессии. И мы, когда летали тоже в самолете по поводу стюардессы и сказали нам, что мы общались с бортпроводниками, они говорят, ребята, это раньше, там они ночевали в других странах, все. А сейчас, говорит, бортпроводник, ну, стюардесса, видит только самолет и аэропорт в основном. Нет вообще своей жизни, личной жизни. Ну, да, получается, что Анютке такой способ жизни не подходит. Я так не хочу, я домоседочка. Оказалось, что Анюта домоседочка. Я не люблю никуда выезжать. Оказалось, видите, у нас для нас новость, для всех это. Мне нравится сидеть дома, в тепле и уйти с риской. С риской? Понятно. В общем, удачного прохождения. Будем так по мере прохождения делиться какими-то моментиками. Снимать я немножко буду, что она там будет делать. Ну, так, в меру разумного, потому что она открывается здесь человеку полностью. То есть снимать все мы не будем. Да, тайны твои мы выдавать видео не будем. А то, что можно выложить в эфир, это кому нужна тоже такая профессия. Вернее, не знаю даже, как этого человека назвать, не тренер по профессиям. Ну, в общем, специалист. То обращайтесь, дам ее контакты. Я спрошу разрешение, если можно, в описании этого видео. Ну, тогда буду оставлять ее контакты. Если нет, тогда через личку. Если в описании не найдете видеоконтакты, обращайтесь. С виду вас, с этой женщиной. Она в Новосибирске живет, но онлайн вот такие проводит. И в личку вживую проводит, и онлайн. Поэтому, если что, нужно, обращайтесь. Поздравляю тебя с почти вступлением во взрослую жизнь, так сказать. С погружением в эту область. С приоткрытием этой области. О, вот так будет правильно сказано. Это не важно, что есть так много направлений. Много информации узнала? Ну, так, да. Я почитала учебник, который мне скинули. Там много всего направлений. Даже не знала таких профессий. Атлас профессий, да? Да, я такая, а что это? Можно было что? Ириска, а вы с кем собираетесь, мадам, работать? Дайте, пожалуйста, интервью. Вы кто? У вас что лучше всего получается? Ловить мышей? Вы ловец мышек? Или кто вы? Птичек? Или вы сплюха, Сонька? А, вы мурчалка. Вы мурчите, и вас за это кормят и гладят, да? Хорошая профессия, хорошая. Давай следующую картинку. Как что ты будешь клеить? Вот это. Вот это? Да. А что это такое? Ну, покажи. Это пиравка. Кто? Пиравка. Пиравка? Ну, покажи, что за пиравка. Покажи. Это от аппарата какая-то деталька. Ну, давай. Куда его нужно клеить? Вот сюда. А, ну, внимательно смотри. Да, повернул. Так он уже круто разбирается в этих всех детальках. А это он Монте-Сори постоянно складывает. Там же вот эти головоломки. Он их высыпал, а потом... Вот смотри, как что-то наклеил. Здесь же нужно конкретно маленькой, узенькой вниз, широкой вверх. И ровненько наклеить, чтобы... Ну, здесь он, видишь, чуть не ровненько. Да, видно. Здесь ровненько. Вот это классная такая тетрадка. Вот это мы по одному заданию в день он приходит. Мама, давай. Мы отсюда сначала берем наклеечки. Я ему так отрезаю одно задание. И задание усложняется. Сначала были самые легкие, совсем легенькие. Просто, видите, просто наклеить. Можно даже было в произвольном порядке. Потом начали появляться уже детальки, как правильно, да. Просто пустые. Потом начали появляться, видите, низу белого, например, сверху синий. Он сам клеит. Уже нужно было размышлять, где какой цвет. Видите? Подбирать рисунок уже. И тут уже фигурки. Вообще классная штука. Это этот, Кумон. Синий. Очень ему нравится. Вот он постепенно, постепенно, он уже почти все сделает. Да? Да. Да. Ой, я не упал чуть-чуть. Чуть-чуть, нет, я не упал. Нет, правильно, подбирай. Крути-крути. Вот так. Вот, умничка, давай. Правильно. Все белые, вот. Да, давай, ровненько. Вот белые. Да, это белые. Давай. Вот. Розовые. И вот серые. Это розовые. Это розовые? Да. Это, это серые. Серые. Давай, клей. Это желтые. Угу, это желтые. Это серые. Да. Чушь. Сыночка, не трогай так много руками, потому что будет плохо клеиться. Ты взял наклеечку и клей. Умничка. И вот так хорошо расклеиваем. Это аргументы. Смотри, подсыхали три аргументы, скобочках, доказательства. Потом под буквой А. Аргумент 1, под буквой В, аргумент 2. Поняли? Да. Пишите. Как напишите, скажите. Это для двух аргументов, так? Это для первого аргумента. Во-первых, основная ключ. А для аргумента 2, и напишите И, Т, Д. Ну, то есть, там можно и другие варианты потом посмотрим. А для аргумента 2, напишите. Во-вторых. Первый аргумент 2, скобочка. Во-вторых. Вторая причина. Это очень круто. Позвала я ребят. Очень крутой курс. Антония. Спасибо. Только что вы видели, как ребята занимались с репетитором по литературе. Это женщина с Новосибирска. Я уже говорила. Мы ее наняли тоже. Раз в неделю ребята занимаются, да? Что вы уже изложение прошли? Да. СИС. Изложение прошли. Собеседование, изложение. Да, собеседование. Изложение прошли. Изложение сочинение. Сочинение. А, и собеседование уже прошли даже с ней. А вот ребята сейчас только начали уже с ней изучать сочинение. Но при этом они до этого прошли курсы. Вы знаете, что мы проходим в сообществе Живой Ум. Там, где репетиторы от школы Щетинина. Мы проходим курсы, да? И вот буквально когда? Вчера или позавчера вы закончили курс по сочинению, изложению? Вот это подготовка. А еще три сочинения надо писать? Три сочинения еще надо писать? Да. Это легкотня. Легкотня уже? Вот представьте себе, ребята вообще не знали, что такое сочинение и изложение. В принципе, мы не делали на этом акцент, не учили особо. Вот, и буквально вот прошло полгода, они уже умеют писать изложение, сочинение. Вот, сейчас только будет практика. Получается, там они месячный курс прошли, где им все рассказали. Объяснили, показали. А сейчас они будут это все дело закреплять с репетитором, потому что сочинение и изложение требуют практики, правильно? Мало того, она работает над их написанием, правильностью, да, грамматика. Да, речевые ошибки. Какие? Речевые. Речевые ошибки отрабатывают очень классно. И вообще репетитор прямо попалась нам. Спасибо огромное ей. Вот, поэтому класс, я довольна. Вы знаете, я хочу сказать одно, а вы подтвердите или не подтвердите. У нас самые простые обычные дети. Семейное образование не дает гарантии и не должно давать, что дети будут полные отличники. Потому что есть всегда у детей любимые предметы и не очень любимые. Есть склонности детей, есть вкусы свои, есть характер. И когда человек полностью отличник, это тоже плохо. Потому что он тратит столько сил и энергии просто, чтобы получать пятерки, что забывает об обычной простой жизни. Теряет детство и так далее. Поэтому мы, например, от ребят не требуем пятерок. Мы просим их отдаваться полностью учебе. Насколько они могут. Хоть не понимают. То есть, да, понимают, не понимают. Я больше, у меня получается работать в гуманитарных науках, которые не точные. Ни на геометрии, ни на алгебре. Ну, мне не очень нравятся они. Мне больше нравится общество знания такое. А ты такие науки больше любишь? Точные или наоборот гуманитарные? Сейчас. Мне больше точные. Паша точные. Поэтому мы не требуем. Кто-то может сказать, что это правильно. Я тоже не знаю, какие почечные, какие не почечные. Мне вопросов, математика, физика, химия. Вот, нравится тебе? Это точная. Значит, это точно науке. Кто-то может сказать, что это правильно, кто-то может сказать, что это неправильно. Это выбор каждого. Это зависит от характера человека. Как, по-моему, я должен быть отличником. Вот Паша говорит, что он должен быть отличником. Но главное вот отдача. Мы смотрим на сердце. Если ребёнок выкладывается на 100%, на всю катушку, которую может, значит, его оценка самая высокая, самая хорошая. Конечно, мы не разрешаем тоже. Спустя рукава учиться, лишь бы как Нужно выполнять все задания Мы этот момент отслеживаем Расписание у нас есть, отчетность какая-то Они приходят, каждый день показывают Что сделали, что не сделали Вот так вот И Анютка, что с курсами? Ты начала заниматься, Пашу не можешь идти тогда Анюта Курсы начала проходить По определению профессии Перед Новым годом Начала проходить, вы видели начало Где ее опрашивали И что ты говоришь, поняла Она мне после курсов подошла Я много про себя поняла, то, что я не знала То есть сама себя начинаешь раскрывать Да, я определила свой темперамент То есть у меня там это Короче, очень понравился даже первый урок Я многое про себя узнала, какая я личность Если реально задаться вопросом То, что тебе нравится, то, что ты больше всего предпочитаешь Что можно понять себя Очень много было вопросов о ее вкусах Интересах, она прям подробно рассказывала Я такая сижу Это что, я? Это что, я? Потом пошел Новый год Потом пошла Аня на поездка, каникулы В Новосибирск она ездила Вот сейчас они снова договорились На созвон Давай, готовься Вы до красок добрались Мы самому не разрешаем краски брать Давай две бери Две бери Две салфлеточки Две сразу бери Да Это здесь, видишь, цвета Вот здесь, например, фиолетовые Вот я не знаю, как смешивать Или с синеньким пускай делают Синеньким пускай делают Синеньким будешь делать? Вот смотри Тоже хочешь? Да Каким виноград? Борь Виноград какой? Каким будешь делать? Какой самый ближний цвет к нему? Ну, выбирай Вот этот? Коричневый? Нет Это вот коричневый, смотри, ближе к коричневому А это ближе к какому цвету из этих? Давай, смотри Ну, самый ближний Именно такого нету На что похож? На какой цвет? Синий Синий Вот, смотри Видишь, какие громы? Так аккуратно Его нужно Они еще запечатаны Подожди, давай, папа откроет тебя Ты давай, садись на коленки Садись Вот так Сразу бери салфеточку Где она у тебя будет лежать Папа тебе будет организовать Все Вот так Открываем Плоскогубцы надо Ох, и сложно открываются они Боря, еле-еле одну банку открыл Вообще, прям запечатали так Как будто там, не знаю Нет, это легче Легче? А то прям еле открыл Сейчас? Так Ратенька будет Раз Не-не-не-не-не Точечки ставить надо Точечки, смотри Чик-чик Пальчиками Чик-чик Чик-чик А Саша там прям рисует Картину целую У меня не получается Не получается Смотри Смотри, Боря Смотри Смотри, как папа делает Смотри Чуть-чуть Смотри Смотри, какие горошинки Видишь? И наградинки Можно даже вот так Раз Видишь? А ну давай, попробуй Ему нужно взять и раз пальчиком показать Я имею в виду, его руку взять, показать Какая классная штука пальчиковой окраски Кисточки это одно Да, так Молодец Теперь берем вот так Смотри Чуть-чуть Кругленькое делай Да, давай Стоп Все, смотри Видишь? Получилась, тетя, виноградинка? А, там Саша сейчас рисует Подожди немножко Хорошо? Не хорошо Чуть-чуть Одну полосочку Все Можно брать? Хорошо Так, пальчик чистый у тебя? Хорошо получается А ну подойди сюда поближе Это вот тут село Хорошо Так у вас это Подожди Ммм Вау Класс Потом покажешь, когда сделаешь полностью? Да Да? Все, чистенький Давай, бери Хорошо Это нужно закрыть Закрыть И белый нужно закрыть Вы как только порисовали Закрывайте краски Хорошо? Хорошо И когда потом ставить на место Прямо их очень нужно хорошо закрывать Давай, Саша будет закрывать Борь Давай, Саша Не могу Да, Саша будет закрывать Ну вот покажу их шедевры Которые получились У Борюсика разноцветный виноград И вот такое что-то он рисовал А Сашонька нарисовала такую картину Классная штука Говорю еще раз Пальчиковые краски детям Ну вот здесь они у них стоят Краски, салфеточки Чтоб сразу вытирать руки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА